Летний тёплый день. На набережной множество людей. Отличное время и место отдохнуть и развлечься на свежем воздухе. Подростки и родители со своими малышами отдыхают на новой набережной, пьют прохладительные напитки, кушают мороженое. Но приходит момент справить естественную нужду, а мест для этого нет. Нужен ли на набережной? Обязательно. Обязательно. Вот мы не знаем, куда сходить. По-хорошему бы два. В начале, ну где-нибудь в начале и в конце так. Ходят и взрослые, и детки маленькие, как бы всё равно. Если как бы не будет, людям ведь надо будет искать это место опять где-нибудь. Сходят нигде надо. Конечно нужен, потому что детей же приходят многие с родителем, есть и маленькие. Ладно, если кто близко живёт, может домой сходить. А вот они побегали, поели водички, попили, всё, им надо куда-то и бежать. Конечно нужен. Изначально в проекте благоустройства набережной общественный туалет предусматривался в другом месте. Однако его расположение не было удобным, да и ёмкости для водоотведения были слишком маленькими для такого количества прохожих. К тому же расположен он в значительном удалении от игровой площадки и с маленьким ребёнком добежать до места будет попросту сложно. По проекте, я говорю, там, но то, что они там передали на собственной особе, они вот решили переставить сюда. Она изначально была решена, что вот переносить его, потому что, ну какая мать отсюда ребёнка потащит туда за грузинку, туда самый конец. И после одного человека там кроме мух никого не будет. Это 100%. Без септика, без воды, без ничего. Чтобы решить проблему с уборной, администрация города обратилась за помощью к местным предпринимателям. Один из них согласился помочь в доработке общественного туалета за собственные денежные средства. Заключив контракт с муниципальным бюджетным учреждением СОБИО, предприниматель со своей стороны выполнил все условия по договору. Кроме того, он обязуется помогать коммунальщикам следить за его чистотой и чистотой территории. Я согласился, но не посчитав расходы, конечно, чтобы обеспечить водой. Вот у нас все условия я выполнил уже. Глубинный насос стоит, воды хорошую нашли. Там метров 30, наверное, около этого. Прошли известковые пласты, а там уже заразы не будет 100%. Я ещё сам предстанцию пригласил, чтобы они пробы сняли. Разве кафе для себя такой септик поставит? Там 200 тысяч только септики стоит. Специалисты решили установить его за небольшим кафе быстрого питания, которое является временным объектом и будет расположено на правобережной набережной, пока у предпринимателя действует договор с СОБИО. По словам самого бизнесмена, так называемый фундамент под кафе – это всего лишь бетонные блоки, которые в случае чего с лёгкостью можно будет убрать.